всем привет ребят это канал интернет-магазина шик к нам наконец-то добрался так называемый flagship killer убийца флагманских телефонов якобы по цене качеству телефончик от фирмы oneplus называется oneplus one то есть первая модель как кто-то уже знает oneplus это так сказать отслойка маркетинговая вот фирмой очень известной в китае тайване ну и вообще по всей азии оппа которая производит сверх качественные сверх дорогие телефоны которые дороже apple и других известных брендов если вы например поедете в тайване или какую-то другую азиатскую страну вы видите что все там мажорчики ходят с телефонами оппа это по сути тот же оппа только под другой маркой решил выйти на европейский рынок на youtube уже есть несколько обзоров на эти телефоны это у нас 16 гигабайтная версия получается тут 3 гигабайта оперативки и 16 встроено еще бывают 64 и телефон представлен двух цветах черном и белом это у нас с вами белая версия телефон довольно таки интересный коробочку сможете увидеть тоже она довольно таки красивая все вытягивается красиво тут штырьки все остальное задняя крышка на телефоне съемная батарея несъемная но я снимать не буду тоже в интернете или фотографии на сайте у нас сможете увидеть снимается за не крышка ничего там интересного нет задняя панель такой из приятного пластика как можно видеть отпечатки видны остаются сфокусировать но материал конечно приятно сзади расположены внизу два стереодинамика аппарат имеет три микрофона для эффективного шумоподавления камера на 13 мегапикселей на 5 спереди по умолчанию идет его две версии на европу с цейген модом и китайская версия действует color os от оппа ну по умолчанию обе версии можно перешивать как в одну сторону так и в другую фокусироваться здесь стоит китайская color os никто его пока не пришивал по умолчанию только английский китайский язык перешивать честно говоря никогда кому интересно тут посмотрит на русском меню довольно таки интересная color os есть color os только я включил телефон сразу закачалась обновление системы и прошивка у нас стало если я не ошибаюсь от 24 июня сейчас мы быстренько глянем с вами по телефоне color os версии 1243 байта оперативки 16 встроенной 14 06 24 24 24 июня то есть недельной давности прошивку он закачал себе красиво все спору нету русский язык при желании можно циоген поставить одиннадцатый он есть так ребят ну что вам хочу сказать куча всяких приколов интересных всяких штучек управления жестами и так далее вот эта штука по умолчанию у нас работает два раза стукнул экран просыпается хотел поставить пару игр типа dead trigger а либо san andres это к сожалению надо вручную только ставить гугл маркет не был установлен он не хочет игру саму ставит но не хочет тянуть с интернета кэш но времени нет поставить по antutu хочу вам сразу сказать невероятно 37 343 one plus ваши ваш девайс невероятен это ваш мир супер труппер сами понимаете snapdragon 801 мантуз квадкора процессор не он видео ускоритель адрена 330 разрешение 1080 на 1920 флажги 13 мегапикселей задняя камера 16 встроенной памяти к валкам это все понятно 480 плотность экрана 5 мегапикселей передняя камера android под датчиком nfc тут есть мы под датчиком принципе как на всех наших обзорах есть все датчик кроме вот четырех неважных температура давления так все есть по квадранту хочу вам сказать выдал он если я не ошибаюсь это придется заново запускать этот не сохраняет сейчас посмотрим я сфотографировал 187 тысяч ваше устройство фокус плохо работает 18 946 баллов оставь далеко позади всех остальных аппаратов что хочу еще сказать звук неплохой сейчас быстро подкинем флешку я смотрел есть уже на ютубе довольно много обзоров там по часу и по два я решил сделать краткий и быстрый чтобы я ненавижу смотреть более чем пять минут обзора обычно 510 это потолок вот это поддерживается вот сразу определила что флешка подключена у нас так сейчас быстро зайдем файлы а c3 кодек сейчас посмотрим как он будет играть все нормально воспроизводит понятно не хочет c3 воспроизводить но этой никто не сомневался надо ставить отдельные кодеки не хочет он у нас кушать их так 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 что посмотрим ну по видео там сравнение экрана на ютубе можно увидеть но с чего с чем форматы тоже звук воспроизводить не хочет видео тоже нужны кодеки то есть если это просто не посмотрите так мкв у нас как всегда кухня то же самое содержит формат а c3 или c3 скачайте другие видеоплееры с маркета понятно что у нас звука не будет автояркость стоит звука нету кодеки это не проблема в принципе это все по телефону ребят вот на этой стороне кнопка только лишь включение камера с двойной лет вспышкой бренд на этой стороне слот под карту симку в комплекте там есть скрепка здесь звук в принципе все удобно довольно таки неплохо вот сравнить с ми-2 сяоми рамки конечно будут поуже все нормально с телефончиком по поводу цены многие часто пишут на сайте что что в этом цену заломили еще что-то телефон сейчас китай не реально купить дешевле чем сегодня последний раз смотрел поставщику 360 365 долларов цена 300 долларов на сайте опа является ценой по инвайтам так называемым по приглашению то есть вы должны на сайте там заниматься рекламной деятельностью продвигать всячески ну опа загрузила очень много денег рекламную кампанию привлечь поэтому только у перекупов на сегодняшний момент можно купить только цена упадет моментально следим сегодня уменьшили там на 10 или 15 долларов и только она падает сразу она упадет и у нас телефон хороший никакую тяжелую игру запустить не могу потому что ее надо скачивать времени пока что нету поюзаем может несколько телефонов тогда я покажу обзор уже побольше gps поймал моментально snapdragon и snapdragon моментально ловит gps глонас тут установлен все то есть не успеваешь его включить уже все класс экран вот смотрите максимальная яркость минимальная автояркости ну что хочу сказать за такие деньги принципе телефон неплохой но опять же я бы рекомендовал немного подождать чтобы он упал и стоил реально тридцать триста 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 миллиона в мюль ну звук как вы сами слышите такой крепкий среднячок сильно там я супер ничего такого не услышал ну и довольно таки неплохой в принципе ребята это все короткий так мы уже больше чем 10 минут смотрим с вами камеры отличные передние на 5 мегапикселей фронтальная супер для skype там для всего более чем достаточно задние тоже мне очень понравилось смотрите ну тут конечно фотки очень прикольные самом браузере сохранена на телефоне красиво экран очень мне нравится засвета ничего такого нету телефон достойный особенно когда цена еще чуть просядет можете смело его смотреть если вас не пугает вот такой размер довольно таки немаленький все ребят спасибо это микро такой обзор постараемся загрузить такими серьезными играми и уже показать вам именно производительность по температуре ну вот клацая телефон что скажу вам 34 градуса примерно сейчас в среднем режиме работе 33 34 я замерял когда работала камера естественно там полу две минуты поработала дарилась где-то до 36 градусов ну в принципе нормально все до встречи увидимся в следующем обзоре